Всем привет! Своими комментариями к моему первому видео о культурном коде моей Родины вы навели меня на мысль и дальше продолжать рассказывать о казахской и тюркской культуре и музыке в целом, что вы сейчас и будете наблюдать. К сожалению, наша история долгое время являлась служанкой советской идеологии. В наши дни некоторые концепции, господствующие в казахской исторической науке, являются наследием ушедшей советской эпохи. Новые веяния после обретения казахстаном независимости выразились в большей степени в каких-то частных моментах, например, в изменениях оценок деятельности той или иной личности, но общая канва, общая база осталась прежней. В последние же годы, наверное, лет 12 многое меняется. Одной из проявившихся на современном этапе тенденций в Казахстане стал этноцентризм культуры в качестве основной базы, основного крета, который проявляется у многих литературных авторов, художников, музыкантов и других деятелей культуры. Обилие же исторического документального материала позволяет в случае выборки факторов, проще говоря, их определенной трактовки, подвести эту базу, в принципе, под любую концепцию. Можно, к примеру, с уверенностью сказать, что существует множество фактов жестоких расправ над казахским населением, совершенных большевистскими военными отрядами, ранее царскими, безусловно, все по указке митрополии. Изъятие земель, изгнание с них коренного населения, свидетельство политического курса, направленного на лишение казахов институтов традиционного управления, уничтожение интеллигенции и так далее. И все это будет чистая правда. Но можно сказать и то, что после присоединения, вследствие появившегося доступа к структурной системе образования, у казахов появилась волна новой интеллигенции, которая стала издавать книги, издавать журналы, газеты. И это тоже будет правда. Но интеллигенция уже была не казахо-централизованной. Вожди же пролетарской власти открыто излагали свою позицию. Кочевники, с точки зрения марксизма, бесперспективны и обречены на вымирание. Совместно с этим, отлучение от национальной культуры, расстрелы непокорных, уничтожение элиты нации в лице представителей движения Алла-Шарда, все это, это части единого процесса, процесса установления тоталитарной советской системы, осуществленной путем революции в Казахстане, одновременно индустриализации и так называемой культурной революции. Не секрет, что первое планомерное переселение русских и украинских крестьян почти во все области страны началось в 70-е годы XIX века. Реформы 1867-1868 годов объявили территорию Казахстана своей собственностью. Первые крестьянские участки появились в 1879 году в городе Кукшетау. Путем колонизации Сибири, северных, западных и юго-восточных районов Казахстана царизм рассчитывал переселить крестьян из своих внутренних губерний и создать в их лице социальную опору на так называемых национальных окраинах. Ко всему прочему, в результате переселенческой политики царизма основные плодородные земли были переданы русским крестьянам, а казахи были согнаны в безводные малопригодные земли. Изменилось и само демографическое лицо Казахстана. Переселенцы были заселены в основном на стратегических пунктах и вооружены огнестрельным оружием. После был принят комплекс мер по так называемому оздоровлению. Государственные преступления приукрасили культурные революции. Просто в 1936 году провели декаду литературы и искусства Казахской АССР в Москве, согласно которой Казахстан из автономной республики в составе России был выделен в союзообразующую республику. Но, по большому счету, после всех перенесенных бед Казахстан уже не соответствовал такому статусу. В это же время продолжалась массовая депортация народов в Казахстан. Депортация неугодных народов советской власти. Казахстан не по своей воле превратился просто в тюрьму народов. Кстати, большевики никогда не говорили слово «люди». Они использовали слово «человеческая масса». И цитата даже такая есть. «Из человеческой массы Российской империи мы выкроем нового советского человека». А как это сделать? Только уничтожив традиции и культуру. Таким образом, негативными последствиями освоения целины были следующие факторы. Это прежде всего сокращение коренного населения, сокращение языковой среды, безусловно. Закрытие газет на казахском языке, сокращение количества казахских школ с казахским языком обучения, уменьшение тиража книг на казахском языке, сокращение объема теле- и радиопередач также на казахском языке. В постановлении, опирающемся на рассекреченные архивные документы, а также в постановлении Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 7 декабря 1992 года, сказано, цитирую, Казахстан стал гигантским полигоном для проведения беспрецедентного социального эксперимента. Здесь была предпринята преступная попытка реализации ортодоксального марксистского постуата о возможности перехода отсталых народов к социализму, минуя капитализм, что закончилось разрушением традиционных систем жизнеобеспеченности этносов Казахстана и, в конечном счете, привело к беспрецедентной в истории катастрофе. Годами навязывалась трактовка – национализм буржуазный против патриотизма советского, космополитизм плохой против интернационализма хорошего. Но давайте посмотрим правде в глаза. Советско-национальная политика была радикальной и направленной на агрессивное подавление национальной самобытности многих этносов. При этом перефразировала национализм так, как ей было просто выгодно. Малый национализм, о котором говорил еще Ленин и о котором я рассказывала в одном из прошлых видео, свойственен малым культурным группам, народам, которые находятся внутри национального государства, их национальной политикой. И, конечно, они сопротивляются таким образом большому национализму. Получается, что народы, ставшие жертвами подобного этноцида, они теряют историческую память или ее большую часть и иногда даже теряют свое название. Вспомним, например, киргизы вместо казахов. А им было просто все равно, они не разбирались. Им было так просто легче всех под одну гребенку и все. Зачем им делить еще кого-то? Также это относится к языку, к культуре, вероисповеданию. И такой народ, жертва, либо ассимилируется, либо занимает как раз подчиненное положение в отношении тех, кто их подверг этому этноциду. Именно это как раз и совершила советская власть, прячась под лозунгами о дружбе народов, об удобной дружбе, где комфортно только одному, при этом уничтожив казахскую интеллигенцию, обвинив ее же в национализме. Таким образом, бережное отношение к своей национальной идентичности, восстановление своего культурного кода, несмотря на все преграды извне, и покажет как раз дальнейшие цели, также определит потенциальные угрозы для общества, как бы не прискорно было бы вообще об этом задумываться. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok